Друзья, всем привет! И в этот хмурый, осенний, прохладный денек мы с вами пришли в парк для того, чтобы записать очень полезный сюжет, который пригодится всем тем, кто хочет купить новый автомобиль с большой скидкой и ориентируется на скидки на сайте Автоспот. Я вам сегодня расскажу детально, объективно, откуда эти скидки берутся и в чем подвох. Я вам расскажу, в чем кроется вот этот подвох автокредит или потребительский кредит. Я с вами поделюсь своими наблюдениями, насколько люди рады тому, когда их обманывают. И даже простейшая математика 2 плюс 2 равно 4, многие этого, как выяснилось, просто-напросто не понимают. В общем, в этом ролике он будет такой собирательный. Я вам расскажу много всего полезного. Если что, в описании я оставляю тайм-код, на какой минуте о чем пойдет речь. В общем, не размазывая кашу по тарелке, я вам рассказываю полезную информацию. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Но прежде чем мы с вами начнем, я хочу поделиться с вами полезной информацией. Помните Эдуарда, который приезжал в Москву, и мы с ним снимали сюжет про армянские номера? Был микроавтобус, армянские номера, который он, кстати, продал одному из известных стендап-комиков. Так вот, у Эдуарда приехали автомобили. Что это значит? Друзья, все те, кто хотят купить автомобиль с пробегом из Японии, настоящий японский автомобиль, но уже с левым рулем, пожалуйста, вся контактная информация будет в описании. Есть его канал, где вы можете зайти посмотреть, какие машины, в каком состоянии. Человек честный, я за него могу ручаться 100%. У человека подъехало уже около 30 Тойот Альфардов. Приезжают Кадиллаки, приезжают Хонды, в общем, приезжает Инфинити. Очень много автомобилей. То есть, как это происходит? Вы заходите к нему по ссылке в описании, общаетесь с ним. Если вас автомобиль заинтересовал, вы приезжаете к нему. Сначала вы все смотрите, сначала все оформляет, только потом вы оплачиваете. То есть, никакого обмана здесь нет. Цена автомобиля в микроавтобусе примерно 600-750 тысяч рублей. Человек физическое лицо, соответственно, с ним можно торговаться. Естественно, в автомобиле, за то, что он их уже притащил, он заложил свою наценку, можно торговаться. И вот всем тем, кто писал в комментариях, да зачем это нужно, лучше купить автомобиль новый. Друзья, ну вас не поймешь. Некоторые говорят, денег нету. При этом советуют вместо автомобиля, там, выученного за 700 тысяч, купить новый Альфар. Который стоит на секундочку 4-5,5 миллиона. Все зависит от комплектации. В общем, вся полезная информация на Эдуарда по ссылке в описании. Переходите, смотрите, выбирайте свой автомобиль, договоритесь, заинтересуете, езжайте. Все подробности о том, что через 3 года его можно поставить на русские номера, он вам расскажет лично. Все вопросы по телефончику напрямую к человеку. И первое, с чего мы начнем и на чем мы детально остановимся, это скидки на сайте Автоспот. Давайте так, я не ищу никаких скандалов, поэтому я хочу сделать все объективно. И зачем я вообще про это рассказываю? В силу того, что в последнее время мы начали снимать сюжеты, где я показываю, какие реально можно получить скидки на автомобили, покупая их от официального дилера, за наличный расчет подчеркиваю. Многие начали писать, а зачем ты этим занимаешься? Вот есть Автоспот, заходишь, там бешеные скидки. Действительно, друзья, когда заходишь к ним, допустим, автомобиль Kia Rio, цена которого миллион рублей, там можно увидеть скидку 200 тысяч рублей, 250, больше. А вопрос, откуда они берутся и как вообще, в чем подвох-то самое главное. Вот давайте с вами разберемся. В первую очередь, я скажу так, что на Автоспот я обращался примерно около 20 раз, когда он только появился, и тогда менеджер меня даже уже узнавал по телефону. Для чего это делал? Проверить, работает сервис, где подвохи. И на сегодняшний день я вам хочу это все детально рассказать. Первое. Вот смотрите, мы с вами смоделируем ситуацию. В силу того, что автомобили все разные, везде разная маржа, вообще сами по себе автомобили какой-то дороже, какой-то беднее. Мы возьмем с вами в среднем, что, допустим, автомобиль стоит 1 миллион рублей для простоты счета. Вы хотите купить этот автомобиль, заходите на сайт и видите, что там скидка минус 300 тысяч рублей. Звоните сами в салон, а вам говорят на него скидка 25 тысяч рублей. В чем подвох? Первое. Скидки указаны при условии трейдина и кредита. Самое главное это кредит. И сейчас, если я не ошибаюсь, автоспорт уже даже помечает о том, что максимальная скидка достигается при условии кредитования и трейдина. И многие говорят, ну и что? Супер, я готов взять фиктивный кредит ради того, чтобы получить эту скидку. И менеджеры по телефону автосалона вам, конечно же, скажут, да-да, так можно сделать, вы можете взять кредит, закрыть его на следующий день, и таким образом вы останетесь в плюсе. Как это работает? Первое. Давайте начнем с простого. Прямая скидка от салона, допустим, 25 тысяч рублей. Это вот та самая честная скидка, когда вы приходите, вам говорят, минус 25 тысяч, забирай за наличку. Но тебе говорят, мы можем сделать тебе еще 125 тысяч рублей, если ты сдашь свой автомобиль в трейдин. Как у нас происходит в стране оценка по трейдину? Как правило, если автомобиль на вторичке стоит 500 тысяч рублей, то твой автомобиль оценят на 100 тысяч рублей ниже. Если его оценили поменьше, дайте дать дополнительную скидку, то тут тебе просто повезло. Очень часто бывает и так, что людям оценят автомобиль в 350 тысяч рублей. Таким образом, 350 или там 400 тысяч рублей плюс 125, скидочка-то уже получается 25 тысяч рублей. Не такая большая, как казалось бы, да? Вы понимаете, то есть то же на то же и выходит. Но в объявлении можно написать 150 тысяч рублей при условии трейдина. Идем чуть-чуть дальше. Кредит. Если вы возьмете кредит, то скидку мы вам сделаем еще 150 тысяч рублей. Как это происходит? Допустим, вы обо всем договорились, что тебе делают скидку. Тебе даже покажут договор, в котором будет написано, что цена автомобиля не 1 миллион рублей, а вот минус все эти скидки. Допустим, это суммарно будет минус 300 тысяч. С трейдином совсем 700 тысяч рублей цена автомобиля. Из которых ты 200 тысяч рублей вносишь как первоначальный взнос, и ты должен взять в кредит 500 тысяч рублей. Логично? Логично. Но когда ты будешь брать кредит, ты увидишь то, что ты берешь не 500 тысяч рублей, а, допустим, 650-700 тысяч рублей. Сумма будет разная. Когда ты спросишь, что это такое, тебе скажут, это страхование ГАП, это финансовая защита, это страхование жизни, это карта помощи на дороге, это смс-информирование. В общем, это дополнительные услуги, которые по факту являются добровольными. И ты от них можешь отказаться. Но как только ты менеджеру скажешь то, что ты хочешь от этого отказаться, тебе сразу скажут, слушайте, тогда мы уберем скидку. Возникает вопрос, если тебе здесь кинули, но тут накинули, где же эта самая скидка? Таким образом, получается так, что на объявлении вы можете видеть минус 300 тысяч рублей, минус 400, 500, да хоть минус 2 миллиона рублей. И, конечно же, эти цифры привлекают. Но когда вы начнете выслушивать условия, на основании которых вы получите эту скидку по одному договору купли-продажи, то вы поймете, что когда вы берете кредит, вам все это накидывают сверху. И на сегодняшний день менеджерам по продажам автосалонов, банков всем выгоднее зарабатывать на доп. продуктах, таких как страхование, в общем, любых продуктов, которые можно влокнуть в тело кредита. С этого они получают бонусы, у них стоят планы. Это то же самое, как в магазине по продаже одежды. Ты приходишь за туфлями, тебе говорят, купите брюки, купите носки, купите ремень. Если ты это все покупаешь, то продавцу будет больше бонус, магазин продал больше, все молодцы. То же самое и здесь. И для того, чтобы вы в этом могли убедиться, вам достаточно просто-напросто позвонить и сказать, слушайте, у вас написана скидка минус 300 тысяч рублей. Да, да, сделайте такую же скидку за наличку. Естественно, вам никто за наличку такую же скидку не сделает. Вот я вам даже скажу так, что на сегодняшний день никаких скидок за кредит просто-напросто не бывает. Ты мне скажешь, стой, блондин, да что ты такое несешь? Я же брал кредит, я же все видел, все понимаю. Друзья, раньше была такая ситуация, что можно было взять кредит, тебе туда вкидывают страхование жизни, допустим, на 150 тысяч рублей. Тебе там делают дополнительную скидку на машину. Ты выходишь из салона, идешь, пишешь заявление, и эта страховка тебе возвращается. Тогда об этом менеджерам многие умалчили вообще о том, что она как бы есть. Но если ты это заметил, ты мог эти деньги себе вернуть. Сегодня, естественно, они тебе дают так называемое доп. соглашение, на основании которого ты сам подписываешься рукой, что если ты откажешься от него, то с тебя потребуют ту самую сумму скидки, а то и больше. Многие задаются вопросом, а легально ли такое доп. соглашение, имеют ли дилеры на это право? Я, естественно, задался точно таким же вопросом. И общаясь с кредитным отделом, общаясь с менеджерами банков, они говорят, что это писулька. Что на самом деле дилер не пойдет судиться с тобой. То есть тебя максимум будут пугать по телефону, все это сделано на дурака, чтобы тебя запугать, чтобы ты никуда не пошел ничего писать. Но у нас есть Андрей Подшивалов на Ютьюбе, более известный как Ярдрей. Специально ему я позвонил, сказал, Андрей, что ты скажешь? Он говорит, что если дилер пойдет в суд, то он 100% выиграет это дело. И на самом деле дилер же не дурак, банки же не дураки. Но кто будет рисковать такими суммами, как 150-200 тысяч рублей, при условии того, что ты якобы можешь прийти и отказаться от этого. Вот именно допник тебе и дают. Если бы его не было, как это было раньше, то без проблем. Люди пишут заявление, даже выходить издомнику они нужны были. Прямо по телефону звонишь, все, тебе на ту же самую карту кредитную падают эти деньги. Вот это было выгодно. Таким образом, мы с вами здесь подводим такой некий итог. Все, что вы видите на сайте автоспот, это скидки указаны при условии кредита, трейдина, соответственно, каска. Каска на стороне стоит 40 тысяч рублей, тебе посчитай дилер 70 тысяч рублей. Будет тебе говорить то, что ты должен сделать, обязательно его у нас. Поэтому, друзья, все те, кто сталкивался с этим сервисом, и кто умеет считать, говорят, что да, в целом, можно там найти выгоду из серии 20, 30, 40 тысяч рублей, если это все пересчитывать, если маневрировать с кредитом, но это все заморочки. То есть такого, что вы пришли, у вас есть миллион рублей, вам говорят, вот, минус 300 тысяч через нас, но, к сожалению, такого не бывает, за исключением тех автомобилей типа Audi, Mercedes, BMW, где бешеная маржа, где даже покупая за наличный расчет, машина стоит 3 миллиона 200 тысяч рублей, вам запросто скинут миллион. Обязательно подпишитесь на канал, потому что в следующем ролике я вам как раз-таки на своем примере покажу точно такую же ситуацию, где мы купим Audi со скидкой миллион за наличный расчет. Сейчас у меня есть замечательная возможность блеснуть своим образованием, ведь 5 лет я проучился в Московском университете на факультете рекламы. И в силу, даже в защиту автоспота, я скажу, с точки зрения своего маркетингового хода, они делают все правильно, они имеют на это все права. То есть они вам рассказывают только сильные стороны. Что такое реклама? Рассказать вам сильные стороны продукта, что вы оставляете заявку, вам не нужно никуда ходить, вам звонят менеджеры, все происходит за вас. Да, так и будет. То есть за вас начинается суета, вам начинают звонить, говорят, что у нас есть автомобиль, и здесь есть автомобиль. Но вот все минусы, они пускаются вниз. И по закону это легально. Так можно делать по всему миру. Соответственно, то, что будет кредит с доп. продуктами, то, что будет доп. соглашение, об этом вам никто не говорит. Вот я вам об этом рассказываю. Ни в коем случае не хочу никак нагнетать обстановку. Друзья, если вы покупаете за наличный расчет, и вы не гонитесь за максимально возможной скидкой, конечно же, вы можете зайти, оставить заявку, вам найдут автомобиль, то есть суммарно на него можно получить скидку 200 тысяч рублей, вам сходу там сделают 100 тысяч, вы поедете, купите машину, все, занимайтесь своими делами. Здесь как бы, ну, удобно. Но для тех, кто хочет купить прям с максимально возможной скидкой, чтобы все было честно, имейте в виду, с кредитом очень много подвохов. И надеяться на то, что вам там на весу скинут 300 тысяч рублей, неправильно. И подчеркиваю, это не реклама сервиса автоспот, и в тот же момент я не пытаюсь там кинуть, но, ребят, грязи нет. Нет, задумка сама по себе очень хорошая. Если бы у них рядом с кнопочкой, где там бешеная скидка, была бы кнопочка покупка за наличку, на которую ты нажимаешь и видишь то, что не 300 тысяч, а, например, там 75 тысяч рублей, вот это было бы круто. Поэтому, друзья, я надеюсь, вы посмотрите этот отрывок, сделайте так. Это реально будет круто, то есть людям это будет полезно. Мы здесь подводим итог. Имейте в виду, покупая автомобиль, никто вам, никакой банк вам, ни с какого фига делать скидку не будет. Ну, задумайтесь сами. Вот у вас есть там, допустим, 500 тысяч рублей, вам не хватает еще 500 тысяч. Вы приходите, и банк за вас там 100 тысяч рублей делает скидку. С чего бы вдруг, вот с чего бы таки эти люди скажут, «Ммм, таки я сделаю тебе скидку, хорошую скидку, бери кредит». Многие думали о том, что, ну вот как же, ты уже будешь выплачивать проценты, ты будешь кормить банк. Друзья, это для нас с вами 500 тысяч, миллион, 2 миллиона бешеные деньги. А для них это, ну, это вот, мизер, это то же самое, что ты рубль у меня сейчас долг попросишь. Набери. Соответственно, хочется заработать больше. Таким образом, их задача вам в тело кредита воскнуть как можно больше дополнительных услуг, чтобы заработать с вас еще больше. Ну, так, чтобы за вас кто-то доплачивал на покупку вам автомобиля скидку. Не бывает этих скидок. То есть, как правило, это везде подводный камень. Читайте внимательно все ваши договора, сверяйте цифры, и вы сами в этом убедитесь. И в заключении этой темы с кредитами, все те, кто брал кредит на автомобиль, закрывал его досрочно, ему удавалось вернуть, подчеркиваю, эти денежки, повезло вам, вы молодцы. На сегодняшний день из 100%, ну, примерно 5%, это те, кто могут сделать то же самое, когда работает знакомый менеджер, когда знакомый автосалон, этого нужно добиваться. В большинстве своем на сегодняшний день это уже практически нереально, потому что в тело кредиты что-то зашьют, и будет доп. соглашение. В общем, здесь вам нужно быть максимально на чеку. Второе. Я вам хочу рассказать про дураков. Вот ни в коем случае никого не хочу обидеть, но давайте я вам расскажу две ситуации реальные, которые произошли буквально неделю назад. Звонит мне человек и говорит, я хочу себе купить новый автомобиль, я работаю на автомобиле, сдам его и куплю себе новый. Значит, он приехал к официальному дилеру, и дилер ему говорит, смотри, мы дадим за твой автомобиль 280 тысяч рублей, при этом мы дадим тебе дополнительную скидку 150 тысяч рублей. 280 плюс 150, 430 тысяч рублей. И в процессе диалога промелькает такая информация, что у него есть друг, который готов купить этот автомобиль за 500 тысяч рублей, ну либо за 490. Я говорю, стоп, подожди, у тебя есть друг, который готов купить автомобиль за 490 тысяч рублей, но дилер у тебя суммарно покупает автомобиль за 430 тысяч рублей. То есть ты можешь получить 60 тысяч рублей больше, если продашь автомобиль другу. Он говорит, да, но дилер делает 150 тысяч рублей скидку. Я говорю, подожди, подожди, давай разберемся. Я все правильно понял? Все правильно понял. Но человек этого не понимает, что ему выгоднее продать автомобиль самостоятельно другу и прийти с наличкой, и таким образом на 60 тысяч рублей он остается в плюсе. И вот такие люди, это как раз тот самый контингент, который приходит к дилеру, его менеджер по продажам с улыбкой, культурный человек кофе импоет, рассказывает, смотри, 150 тысяч скидка здесь, берешь кредит, мы тебе делаем дополнительную скидку, ставка при этом будет низкая, меньше 10%, машина стоит, все есть. Суммарно ты получаешь 400 тысяч рублей скидку, показывает тебе договор, в котором прописано, что машина твоя стоит не миллион, а 600 тысяч рублей. И он уже счастливый, идет, везде подписывается, расписывается. И только потом, когда-то он выяснит, что он взял гораздо больше денег именно в кредит. Друзья, вот такие ситуации сплошь и рядом происходят. Далее, звонит мне человек, который говорит, смотри, Мазда 6 стоит 1 миллион 700 тысяч рублей, я нашел ее у одного дилера по цене 1 миллион 400 тысяч рублей, и 2018 года новую за 700 тысяч рублей. Я говорю, слушай, ну это бред. И он мне говорит, ну как это бред? То есть, он мне звонит, спросить совета, может ли быть такое. Когда я ему объясняю то, что, да это обман, самый натуральный, но вы представляете себе, машина 2018 года новая, 700 тысяч рублей стоит у дилера. А он звонит по телефону, ему, да-да, конечно, ваша машина ждет вас. Это те самые серые дилеры, куда вы приезжаете, заносите в кассу там 700 тысяч, а потом говорят, так, 50% ты внес, давай-ка еще 50%, либо расторгаем сделку за минус 200 тысяч рублей в нашу пользу. И он мне начинает пытаться доказать, что да нет, это все нормально, я же сто раз спросил, все good. То есть, человек говорит, нет, я все равно поеду. Я думаю, блин, вот вы представляете, 2019 год, сотни роликов на YouTube есть о том, как людей обмануть по таким схемам. И нет же, все равно люди верят и очень часто звонят, потому что где-то там в интернете они нашли официальный дилер, конечно, ваша машина, она стоит у нас, приезжайте, забирайте ее. Друзья, что я хочу сказать, есть люди, на которых вот нечестные дилеры, нечестные серые дилеры могут зарабатывать и будут зарабатывать. Самое главное, чтобы таким человеком не оказались вы. Третья тема. Как выгоднее купить автокредит или потребительский кредит? Здесь на самом деле палка о двух концах. Нужно подавать заявку и на автокредит, и на потребительский кредит. Но по моей практике я могу сказать одно, что действительно очень часто попадаются ситуации, когда человек идет в свой банк, где у него там зарплата через него проходит, ему дают потребительский кредит на сумму до 2 миллионов, ставка 11,1, 12%. Это хорошая ставка на сегодняшний день, особенно под такую большую сумму. Но при этом, когда он приходит покупать автомобиль в автокредит, ему тот же самый банк говорит 14,5%. Какие минусы у автокредита? Ну, в первую очередь, пока ваш автомобиль находится в кредите, он будет в залоге, то есть на нем будет прям пометка, что в залоге автомобиль. Плюс ко всему, банк вас будет обязывать на первый год, как минимум, сделать каско. Соответственно, для дилера это возможность заработать, он вам будет говорить, нужно сделать полную каско. Я думаю, все, кто смотрит наш канал, об этом уже знают. Факт в том, что вы, беря потребительские кредиты, приходя покупать автомобиль, от этого всего уходите. То есть вы диктуете условия, нет никаких заморочек абсолютно. Поэтому имейте в виду, когда вы покупаете автомобиль, не нужно надеяться на то, что вот экспресс-одобрение, 30 минут, это все сделано вот для дураков. Кто пришел, знаешь, он горячий, он гоношится, машина стоит, менеджер ему говорит, сейчас все заберем, вот здесь расписаться, здесь расписаться, потом ты сидишь, плачешь, так вот слезы вытираешь, думаешь, как же так-то, парень такой хороший был. Четвертое. Что делать тем, кто взял кредит, а потом выяснилось, что у него ставка бешеная, там 18%, 20%, ну и выше. Такое действительно бывает. Есть такое понятие, как рефинансирование. Простыми словами, вы идете в другой банк и говорите, смотрите, у меня есть долг миллион 200 на 5 лет, из которых год я уже плачу. Я хочу сделать рефинансирование, то есть перезанять, чтобы закрыть этот ваш текущий долг, но в новом банке взять под более низкий процент. Если вам удается договориться с банком, допустим, по ставку 13% или 14%, без дополнительных услуг, это важно. Таким образом, вы берете тут денежку, закрываете свой долг там и вот экономят эту разницу по процентам, там 6, 8, 10, смотрите сами по своей ситуации. Вы реально начнете экономить очень много денег, то есть калькулятор есть, можно сделать перерасчет. Поэтому всем тем, кто вляпался, имейте в виду, что такая возможность есть и ей давным-давно люди пользуются. Это были 5 важных пунктов, о которых я с вами хотел поговорить. Друзья, не забывайте о том, что по ссылочке в описании информация с Эдуардом, у которого вы можете купить автомобиль с пробегом из Японии. Вся подробная информация ждет вас там. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. Покупаем машину, какие условия, какая маржа, какие скидки, все там. Что-то снимаем, я делаю публикацию, вы можете сказать, а расскажи про это, расскажи про то, и я в ролике это буду учитывать. Я надеюсь, информация, которую я сегодня вам поднял, была полезная. Ставьте ваши лайки, ставьте ваши дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии. Если я где-то что-то напутал, поправьте меня, сделайте это культурно, и всем это будет полезно. У меня на этом пока что все. В ближайшие выходные выходит бомбовый ролик с покупкой Mazda CX-5. Там мы получили действительно крутую скидку, о которой в прошлом году невозможно было и мечтать. В общем, до новых встреч, всем пока-пока.